Выйди из укрытия Бедный израильский народ просто попрятался по пещерам в горных местностях. Раньше они вспоминали, как Господь творил чудеса, но сейчас пришло время, и они практически всего этого не видят. Потом вдруг на сцене появляется ангел Господень, он посещает одного молодого испуганного человека по имени Гедеон, и обращается к нему с удивительной фразой «Муж сильный». Итак, давайте я хотел бы немножко это местописание с вами прочитать, и потом мы с вами будем говорить немножко. И явился ему ангел Господень и сказал ему «Господь, с тобою муж сильный». Удивительная фраза. Она мне так сильно нравится «Господь, с тобою муж сильный». И Гедеон сказал ему «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас руки мадянитян». Какое обвинение! Итак, Гедеон спрятался в пещере, как и многие его братья, и он в своих мыслях предполагает, что Господь просто предал их, ушел, оставил их, оставил Израиль. И больше они не видят их чудес, они не видят знамений, не видят того самого Бога, который сильной рукой может вывести их из этого рабства, из этого плена. Гедеон был потрясен этими словами, когда ангел пришел и ему сказал «Муж сильный». В переводе даже идет такая фраза «Могучий воин». Когда ты прячешься в пещерах, и тебе все страшно, и когда тебе приходят и говорят, что ты воин, что ты муж сильный, то, конечно же, очень сильно сомневаешься всему этому. Ведь Гедеон чувствовал себя настолько слабым, и все же ангел ему говорит, что ты будешь избавителем своей нации, потому что в глазах Бога ты муж сильный. Гедеон этому не верит, он не верит вообще, что может Бог как-то вывести их из этого рабства. И он даже начинает оправдываться, он приводит примеры такие, он говорит «Кто я такой? Как я спасу Израиля?» Книга, судим, в 15 стихе 6 главы. «Вот я и племя мое в монастыне, оно самое бедное, я в доме отца своего, вообще самый младший. Но Господь ему говорит, я буду с тобою, и ты поразишь их». На самом деле, ангел Господь, он проигнорировал все оправдания, отговорки Гедеона. И, наконец, Гедеон бросается в бой. У него было небольшое воинство из 300 воинов, и они, на самом деле, сверхъестественным образом разгромили полчаса младенеца. И эта история, она доказывает, что один человек, доверяющий Богу, сильнее множество. Где бы я ни был, я вижу, что многие христиане сейчас просто укрываются. Они посещают церковь, они слушают проповеди, поют песни поклонения, вместе со всеми молятся, ходят на эти собрания, но в глубине души каждый из них просто спрятался, я не знаю, ушел в самоволку. Они как робкие просто зрители наблюдают на всем, что происходит сейчас в мире. Они не верят, что Бог их может избрать, использовать. Как и Гедеон, у них есть целый список отговорок. Мы так же, как и Гедеон, кто мы такие, на что мы способны. Мы нищие, мы богаты, мы больные, мы грешные. Я слишком стар, я слишком молод, и моей семье еще бардак, я еще в семье свой порядок не навел. Я вообще в разводе не имею права служить. У меня нет никакой подготовки, я не знаю, как мне это делать. Я все еще борюсь со своими зависимостями. У меня слишком много сомнений, я вообще не знаю, правильно это моя вера или нет. У меня слишком много проблем. Многие даже говорят, что я думаю, что Бог разочаровался во мне, потому что я слишком много его подводил. Вы знаете, я верю, что Дух Святой сегодня говорит с нами и призывает всех нас, вот этих Гедонов, выйти из своих укрытий. Пришло время слабым сказать, я силен. Пора зрителям подняться на сцену. И вступить в эту жестокую духовную войну. И в этой войне нужны будут каждые кулаки. История Гедеона, она записана в Библии, потому что каждый из нас, он на самом деле, воистину похож на него. Мы все сражаемся за то, чтобы верить, что Бог хочет использовать нас, чтобы нести послание Его и Его силу в разрушенный мир. Все мы испытываем искушение спрятаться в своих пещерах. Мы все знаем, что нужно это делать, но мы все сидим в своих пещерах. Но Бог наполняет Святым Духом несовершенные сосуды. Апостол Павел говорит в Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стихе. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах и показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. И если вы сидите в укрытии, вылезайте из своей пещеры и сделайте шаги. Первый шаг, который мы должны сделать, избавиться от стыда и чувства вины. И я сегодня говорю тебе, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, первое, что я хочу, прошу тебя, что просит нас Бог, избавься от этого чувства вины. Избавься от чувства стыда. Многие христиане не верят, что Иисус полностью простил им все прошлые грехи. Поверь, Иисус простил тебе все. Дьявол любит напоминать нам наши грехи снова и снова, чтобы мы погрязли в самоосуждении, чтобы мы ели самих себя, чтобы мы недостойны. Вы должны верить Божьему Слову. Не лжи, сатаны. Ваши грехи были смыты, говорит Писание. И вы стали праведными, говорит Господь. Вот истина, о которой говорит Божье Слово. И вот ложь, о которой говорит сатана, вы не достойны. Избавься от чувства стыда и чувства вины. Второй шаг, который я хочу предложить вам сегодня. Оставьте свои страхи. Забудьте, проглотите или выплюньте, но избавьтесь. Не держите эти страхи в себе. Страх может парализовать вас. На самом деле, страх он заставляет держать нас скованным. Мы перестаем рисковать. Но Библия провозглашает. Второй Тимофея. Первая глава, седьмом стихе написано. Ведь Бог дал нам не духа страха. Гидеон начал свое служение как трусливый человек, но в конце концов стал победителем, стал чемпионом. Но я верю, что каждый из нас может пережить ту самую же трансформацию. Третье. Перестаньте себя дисквалифицировать. Я встречал так много последователей Христа, которые думают, что они на самом деле не являются просто частью команды. Они прячутся в тени, сидят где-то на самых задних рядах, ничего не хотят делать добровольно. Ну вот скажите, я сделаю. Сами себя как-то отстраняем от всего. Поймите одну вещь. Бог, Он любит брать этих неудачников и потом использовать их в своем царстве. Брать этих неудачников, делать их успешными. Брать трусливых, делать их бесстрашными чемпионами. Брать хромых и делать их стоящими на двух ногах твердо. Брать слепых и делать их зрячими. Брать глухих и тому подобное. Перестаньте себя выкидывать в сторону. Посмотрите на себя глазами Бога. Если Иисус смог восстановить Петра, который трижды отрекался от него. Разве Он не может искупить ваши прошлые ошибки? Четвертый шаг. Обязательно сорвите с себя эти ярлыки, которые мир, семья, друзья понавешали на вас. Вы знаете, очень многие из нас верующие люди, мы просто были запрограммированы другими людьми для нашей жизни. Кто-то когда-то поставил на нас ярмо, что ты неудачник, ты слабак, ты трус, ты не справишься. А Давиде было сказано, пришел братьям своим, захотел помочь, хлеб им принести, ведь идет война. И они там стоят 40 дней. И Давид говорит, давайте я решу эту проблему. Сразу ярлык, мы знаем кто ты. Ярлык ставит братья на своего брата Давида. Но я хочу, чтобы вы посмотрели глазами Бога на все это. Когда среди этих братьев выбирался на царство, Бог смотрел на этих братьев совершенно по-другому. Итак, сорвите ярлыки. Очень многие из нас были запрограммированы по поражению своими прошлым опытом. Друзья, учителя, начальники или члены семьи могли недооценивать вас. Ваши обидчики могли вас назвать уродом, тупицей, извините за выражение. Безответственными, бесполезными. Никому ничего не нужно. Эти люди не имеют власти определять, кто есть ты. Позвольте Богу исцелить вас от этих ран. Не дайте никому прицепить на вас ярлык. У вас другой ярлык. Искупленное, преображенное. Шадо Божье. Вот твой ярлык. Пятый шаг. Примите свою идентичность. Вы ни на кого не похожи. Вы особенно уникальное Божье творение. Второго, как ты, нет. Когда Гедеон встретился с ангелом, он получил новое имя. Его назвали Ировалом, что означает, пусть Ваал сам борется с ним. Это имя явно означало, что Гедеон стал на самом деле серьезной угрозой после того, как он поразил этого ложного бога Ваала. Слабак стал воином. Звучит сигнал и тревоги по всему миру. Необходимо, чтобы сейчас мы с вами одели совершенно другую эпикировку и винулись в бой. За каждую душу. У многих на самом деле просто остыла вера. Многие перестали верить в самих себя. Именно вот это безверие, что мы справимся, кто мы в глазах Бога. Все эти ярлыки. Мы просто поверили в эти лжи и перестали верить в Богу. И вот что-то произошло с нашей верой. И я хотел бы с вами немножко продолжить эту тему. Об исцелении нашей веры. Вы знаете, мы всегда молимся об исцелении физическом. Мы молимся об исцелении душевном. Но я сегодня хочу поговорить с вами об исцелении нашей веры. Потому что Писание говорит, что без веры угодить Богу невозможно, дорогая церковь. Ведь есть вещи, которые никогда нам с вами не решить естественным образом. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Есть вещи, которые без веры мы не справимся. Мы их не сможем решить. И нам нужно сверхъестественное решение этой проблемы. И это только через веру. И вера это усердие, усилие. Это когда ты напрягаешь себя. Вера рождается в сердце человека. Я видел очень много людей. Она рождается в веру. Но когда она бездействует, она умирает. Там же, в сердце, где и родилась. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу. И прочитаем с 24 стиха. Фомажи, один из 12 называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Что сделало Фому неверующим? Что делает неверующими людей? Я все время задаю с этим вопросом. Ведь Фома, ты один из учеников Христа, который видел все, как буря утихает, как Иисус идет по воде, как мертвые воскрешают, как слепые видят, как тысячи, тысячи людей из двух рыб могут наесться. И ты три с половиной года был с ним, ты видел все это? На самом деле бывают такие события, которые буквально разламывают пух и прах нашу веру. Когда пришли арестовывать Иисуса, Фома и другие ученики все это, я не знаю, увидели, услышали. Их надежду, этого великого царя, Мессию, которого они ожидали веками, арестовали, его били, на него наплевали, прибили ко Христу, нацепили колючку на голову, и которого просто пронзив убили. И эти страшные картины, это, наверное, она просто стояла в голове у Фомы, когда он представлял, что же сделали с его Господом. И в сердце Фомы что-то произошло, когда он пришел на собрание и услышал о том, что ученики ему сказали, мы видели Иисуса, Он был с нами, Он живой, Он воскрес. Что там в сердце происходит у Фомы, я не знаю, но он говорит, я не верю. Откуда оно взялось? Было сильное разочарование в жизни Фомы. И это разочарование, оно, на самом деле, положило какой-то отпечаток на его веру. Есть в нашей жизни, на самом деле, очень плохие картины, которые мы помним, мы запоминаем, и это потом контролирует наше будущее. Они настолько печать ставят в нашей душе, на нашей вере, что мы перестаем верить кому-либо или чему-либо. И люди, которые не смогли освободиться от этой картины, остаются рабами. И они не могут иметь настоящей Божьей веры. То есть причина неверия многих людей кроется в их собственных сердцах. Даже в сердцах пасторей, в сердцах лидеров. Сформировалась вот эта неправильная картина через призму, которой мы смотрим на свое даже служение. Но сам Господь говорит нам, не будь неверующим. И я сегодня обращаюсь к тебе, именно этими словами Господа нашего Иисуса Христа, обращаюсь к тебе и говорю, не будь неверующим, будь верующим. Зачем на землю пришел Иисус? Чтобы очистить твое и мое сердце, душу от всякого греха, который запинал нас. И вместе с этим Он пришел освободить нас от всех прошлых плохих воспоминаний и отпечатков, которые остались в нашем сердце. Он пришел, чтобы дать нам новую жизнь, сделать для нас новое творение. И как Он говорит, я не вспомню более грехов твоих, и тебе надо оставить и не вспоминать все плохое, что было. Что мешает нам? Что мешает нам быть верующими людьми? Что мешает нам принять это слово и согласиться? Нам важно помнить то, что делает Бог, а не то, что делает дьявол. Держи Божью картину в своем сердце. Фома настолько пропитался смертью, слухами о смерти Иисуса, что когда его 10 братьев говорят, что вот Иисус приходил и был посреди нас, он говорит, я не верю. Но когда сам Иисус пригласил Фому и сказал, положи свой палец на мои раны, то я вижу здесь, как Фома исцелился от неверия. Он стал апостолом, через которого Индия, вся Индия, огромный континент, узнала об Иисусе Христе. Его раны, неверие, были стрелены Иисусом. Если плохая картина еще пленяет, окутывает твои души, ты смотришь на всех подозрительно, и ты не можешь исцелиться, вспомни, что без веры угодить Богу невозможно. Ты должен исцелиться от своего неверия, ты должен исцелиться от своего сомнения. Неважно, что плохое ты пережил. Фома видел, как Иисуса похоронили, вся надежда была похоронена, все было запечатано. Что может быть хуже? Но Иисус пришел и встал посреди собраний и сказал, пришло время Фома из 30. Раны Иисуса исцеляют наше даже духовное неверие. Когда ты неверующий, с поломанным сердцем и душой толку от нашей жизни. Толку не будет, если мы не верим, если мы с поломенными сердцами, душой, разочарованиям падаем, то толку от этого, от нашей жизни. Иисус хочет на место плохой картины, твоих воспоминаний, дать тебе другую, новую, хорошую, лучшую твоей душе, разуме. Всегда должны быть раны Иисуса. Ты праведник. Не потому, что ты хорошо ведешь свой образ жизни, а потому, что кровь Иисуса Христа сделала тебе. Прими это, прими, исцелись и освободись сегодня. Иисус пришел исцелить всех сокрушенным сердцем. Прими это исцеление во имя Иисуса Христа и выйди из своей пещеры. Аминь. Да благословит вас Господь. Пусть Божий мир и Его благодать умножаются в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Продолжение следует...